Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию нимфочку. Я не претендую на авторство, но учитывая то, что она очень результативная, и с расчетом того, что сосед мой и друг уже их угробил бесконечное множество, очень уловистая приманка в данный момент, я хочу с вами ею поделиться. Давайте приступим. Крючок я взял Камасан номер 400, 14 номер, можно на 16. Огрузил немножко там, где будет грудка, у нас свинцом. И давайте теперь приступим. По процессе вязания я вам расскажу о материалах. Немножко промажем основание клеем, как всегда. Нить я использую любую, практически та, которая подойдет у вас. Вот я беру небольшую вот такую щепоточку перьев цвета гризли. Можно использовать практически любое перо, куриное желательно, но цвет и оттенок, или же вот такой, чтобы был посветлее, или такой светлый браун. Значит, длина хвостика должна равняться у нас приблизительно до загиба. Не сильно выдающийся, но и в то же время должен быть достаточно у нас пышным. Проверимся. Вполне достаточно. По некоторым меркам он даже будет несколько великоват. Вот как вы видите. Но хвостик у нас имеет дополнительно привлекающую функцию. В качестве сегментирующего элемента я буду использовать, как всегда, вот такой плоский люрекс, который чем-то напоминает юнифлосс фирмы. Закрепим. И теперь оставляем нить у загиба. Переходим к даббингу. Даббинг мы с вами будем использовать. Или же вот такого оттенка, чтобы вы видели. Близкий к фосфору. Или же желтый. То есть, это уже тот оттенок, который мною сейчас проверен. Совсем немножечко, для того, только лишь чтобы обозначить нам наше тело, выполним даббингом до окончания свинца. Берем совсем небольшими порциями. Даббинг довольно-таки хороший, уже проверенный этот фирмы Хэнс. И достаточно мелкий. То есть, годится для изготовления вот такой величины наших мушек. До окончания свинца выполнили вот такую наше тело обмоточку. И теперь, для нас, в принципе-то это как привлекающий элемент, выполним обмотку по телу, используя тот шаг, который для вас будет приемлем для вашего крючка. Обмотку выполняем до самого окончания тела. Закрепим здесь наш материал, остатки удаляем. Чтобы мушка была покрепче, чуть-чуть добавим клей на место крепления. Теперь нам понадобится немножечко пера павлина. Желательно так, чтобы бородки были достаточно хорошо развиты. Я взял по остаткам вот два кусочка разных цветов. Это не принципиально. Главное, чтобы величина бородок не подходила. Можно здесь использовать и даббинг. Поэтому, как вам будет удобно. И вот ровно столько, сколько нам будет позволять наше перо. формируем нашу грудку. Никаких здесь, будем говорить так, привлекающих элементов мы не добавляем. не доходим до колечка пару миллиметров. Крепим наш материал, остатки удаляем. нам теперь понадобится перышко. Как говорится, с ними не знаю, как у вас, но у меня есть проблемы. Я нашел в скальпе китайского петушка ближе к шее вот такое перышко цвета браун. значит, здесь, уже в проверенном мной варианте, хорошо работает черный и, вот как я вам показал, оттенок браун. Подготавливаем наше перо. Я бородки не удаляю. Вот так разравниваю для того, чтобы мне легче было крепить мое перо. переламываю. Как всегда, еще раз подхватил и теперь уже удаляю остатки пера. Совсем немножко добавим нашего клея с вами и выполним. Ну, я выполняю один наоборот, потому что в основном мы только-только должны обозначить как бы какие-то лапки, какие-то зачатки. Возьмем перодержатель, неудобно. вот даже одного оборота, два оборота, больше не надо. И теперь закрепим наше перо, удалим остатки, сделаем головку для мушки, удалили остатки пера, я нанес капельку лака на головку, и вот такая вот нимфа, которая очень хорошо работает по практически любой белой рыбе. поэтому пробуйте, экспериментируйте, желаю вам удачи, до скорых встреч!